Всем привет! Сегодня прям какая-то бьюга. Пуги не могу встретить, потому что в такую погоду, наверное, собаку не выгляжу. Но я с Алисой сейчас нахожусь на больничном. Алиса приболела, я с вами в больничном, потому что Алене очень трудно с ней сидеть. Пришил выбраться, как бы подышать свежим воздухом, как раз посмотреть пристройки и познакомливать со своим другом дагестанцем. Вот так у нас чистят московские дворы. Дорожки делают только прохожие, не успевают чистить. Наконец-таки мы встретились. Всем привет! Все что ли? Все ждут припляс. Я обещал, что ты танцуешь настоящий кавказский танец. Ты умеешь танцевать? Холодно. Холодно, вот. Чтобы согреться, можно это сделать. В принципе, конечно, как я говорил, уже погода отвратная. Сегодня прям на удивление в Москве тепло. Хотя, смотрели погоды минус 2, минус 3. А такое ощущение, как оттепель. Ну, не холодно вообще. В капюшоне у меня даже как-то жарко стало. И мы уже с Алисой находимся две недели на больничном. Я тоже взял больничный, нам доктора оформил вместе с ней. Потому что Алену тяжело, конечно, поднимать. Тем более на последних месяцах вообще не проворот и дел. Ну, у нас на работе понимающие люди, поэтому все нормально. Сегодня посмотрим, она продлит нам или же еще нет. Ну, Алиса еще не долечилась до конца. Я думаю, где-то до вторника, до среды еще, скорее всего, посидим дома. Как ты себя чувствуешь? Нормально уже? Надя, пошла чуть-чуть дальше. Бабушка просто приехала вчера, поэтому вдвое веселее. Вышли мы от врача, сказала, что еще до вторника. То есть вторник, закрывают больничный. И в среду я уже войду на работу, а Алиса в детский садик. Поэтому время не должно все пройти до конца. Алисе дали такую грамоту. Вручается за храбрость, терпение и бесстрашие проявления на приеме у доктора. Алиса просто попискивала, когда ее слушали, но терпела. Ну, молодец, держалась, конечно. Действительно, она плохо переносит проколы в пальцы. Долго потом вспоминает. Получается, это уже будет 2,5 недели, как на больничном. Первую неделю не считается, потому что такового лечения никакого не было. По-моему, даже все усугубилось. А вот уже в процессе следующих дней уже, конечно, сразу результат был виден. В последнее время у меня такое ощущение, что, знаете, город прям давит. Как-то, не знаю, может, и у меня так связано. Может, я, конечно, после болезней, я еще не пришел в себя. Но в целом, после полгода проживания, город, конечно, по-другому ощущается. Именно как-то давит, давит тебя, распирает по всем фронтам. Хотел я концовку видео записать с Аленой, но у Алены, как обычно, какие-то дела, проблемы. И я решил сам озвучить имя ребенка. В принципе, конечно, с ней было бы повеселее. Для меня, допустим, имя дочки как-то легче далось. Как бы мы пришли к единому мнению, что назовем Алисой. Но для мальчика как-то все по-другому. Алена мне столько вариантов предлагала, но я не могу согласиться. Внутреннее мое какое-то подсознание не дает принять решение и присвоить определенное имя. Основные были варианты Роман, Денис. Конечно, хотели еще Александр. Но Александр у нас есть среди родственников. И Александров сейчас просто очень много. Это практически одно из самых популярных имен. И как-то проскользнуло имя Марк. Я сначала не передал этому значения. Но Марк для меня воспринимается как какое-то нерусское имя. Я его практически не слышал ни разу. Мне на слух это имя никак не попадало. И людей я не знаю с таким именем. Ни друзей, ни знакомых я никогда не слышал с именем Марк. В принципе, она немножко дико сначала воспринималась для меня. Но потом со временем, когда Алена еще Алису сказала «Марк, Алиса, Марк!» И Алиса тоже повторяет «Марк!» И мы решили назвать, в принципе, Марком. Если, конечно, в последний момент ничего не поменяется. Или, знаете, когда смотришь на человека. Или, допустим, хочешь сказать, что ты явно Александр. Или явно это какой-нибудь Анатолий. Есть такие люди, что прям смотришь на него, и конкретное имя возникает в голове. Ну, а так придерживаются пока имя Марк. Как вам такое имя? Есть ли у кого дети с таким именем? Как вообще по жизни с таким именем? Знаете, может, называют иностранцем каким-нибудь в классе. Может, конечно, в маленьких городах так не назовут ребенка. Конечно, это будет диковато. Но в больших городах, мне кажется, с этим проще. Напишите обязательно. Мне очень интересно будет почитать. Я немножко расскажу про iPhone. Телефон мне начал, в принципе, устраивать. Мне нравилась его камера. У него диафрагма 2.8. Это очень темно. По современному рынку эта камера, конечно, темновата. Сейчас уже идут флагманы 1.8, 1.4. Кто не знает, чем ниже, тем темное время суток, каким-то сумраком лучше снимать. Может, это связано с тем, что я хотел снимать, как Алена, видео на iPhone. Потом перерабатывать хардбрейки. Короче, геморрой. А Samsung, конечно, все проще было. Выкинул на дорожку видео и сразу монтируешь, конечно. Но посмотрел я цены на S10+. На S10. Вы, наверное, тоже в курсе, кто его ждет. Что телефон начинается от 80 и доходит до 130 тысяч. Даже больше, получается, чем стоил X-Max. Я не знаю, блин, откуда такие цены. Что у него такого впихнут? Какие нанотехнологии? Что может только стоит? Мне еще не нравится в дизайне в десятке Samsung. Что у него будет здесь два отверстия под камеру, прямо в экране. Как это будет оптимизировано, непонятно. Это может же закрывать какую-то важную информацию. Минус, конечно, его дизайн, который не менялся еще с 2014 года. Форма кирпича. Но тактильно он приятно ощущается. Если снять чехол еще. Мне его еще здесь Алиса уронила. Надо будет поменять стекло. Конечно, цены на Samsung пугающие. Скажите, кто собирается покупать Samsung? Шило на мыло меняет, знаете, тоже, мне кажется, смысла нет. Только из-за камеры, чтобы снимать влоги. Тем более, есть камеры, которые меньше и проще в обращении. Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. Такая вышла маленькая болталка. Из дома сильно не выходим. Я еще до конца не вылечился. Я Алиса. Поэтому такой домашний влог получился. Спасибо за внимание. Делитесь своими впечатлениями об этом видео. Что вы думаете об имени. Любим мы еще с Алисой играть в догонялки. Она садится на большой свой автомобиль. Сейчас, Алисенька. А я беру машинку на пульт управления и гоняюсь за ней. И так мы можем достаточно продолжительное время поиграть. Ой, Алиса, что с тобой? Я чувствую, надо машинку покупать побольше. Потому что уже скоро будут коленки и уши закрывать. Авария? Авария, да? И еще пару слов о ремонте. На каком мы сейчас этапе. Как мы планировали переехать, никак не получается. Поэтому еще сзагаются на пару месяцев. Работа, конечно, подзатянулись. То согласование проектов, то замеры. Нужен был размер комнаты, чтобы заказывать кухню и различную мебель. Мы только на днях начали делать электрику. Когда закончат, я обязательно проверю. Каждый этап мы стараемся контролировать. Но раз в неделю, раз в полторы недели мы туда наведываемся. Чаще не получается. И Алена не может сейчас выйти. Практически передвигается только на такси, до каких-то торговых центров. И все. Потому что на улице очень скользко гулять. И, конечно, сейчас, когда мы приболели, тоже из дома мы практически не выходим. Поэтому тоже сильно не проконтролируешь. Ну, а так мы сейчас заказываем уже сантехнику. Все, что с ней связано. Нам сказали, что только черновые работы сейчас закончатся. И прям за месяц все практически закончат. Ну, тоже не хотелось бы быстро, чтобы они это все делали. Как обычно, это бывает, что если быстро, то это некачественно. Алисюша дали первый раз яблоко. Скажи, после вашей многолетней противной каши. Скажи, это же чудо какое-то. Да, Алисюша? Голодающая поводка. Да. И Алисеньке уже почти 4 месяца. Да. Алисюша. Там челюсть не будет болеть у тебя. Не подавится оно? Чем? Яблоком. Так оно же не касается. Не, оно там скоблить что-то деснами. Ну, посмотри, что оно там отскажет. А ну-ка, верните, верните на родину. Дайте, дайте еще, еще дайте. Лисюша. Ой, такая маленькая, уже волосики у нас отросли. Сколько тут уже у нас сантиметров? Пять, наверное, вот. Богатство какое. По кукурочке такой, гребешочек. Даже больше. Вон, видите, три волосинки, даже есть как бы не 10. Ой, 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 ой. Да. Субтитры сделал DimaTorzok